Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс, автор Чекин, часть 1, задание 80. Запиши следующие числа в порядке возрастания. Что значит записать числа в порядке возрастания? Это значит, что вначале нужно записать самое маленькое из этих чисел, потом большее, потом еще большее, потом еще большее и так далее. И в конце должно стоять самое большое число. Другими словами, можно сказать так, что каждое последующее число в этой последовательности должно быть больше предыдущего. Чтобы эти числа упорядочить, давайте мы вначале рассмотрим эти числа и разобьем их на классы. Первое число. Отделяем класс единиц, дальше класс тысяч, и у нас получается класс миллионов, девятизначное число. Следующее число. Класс единиц, класс тысяч, класс миллионов. Ага, это число восьмизначное. Следующее. А это семизначное. Следующее число. Девятизначное. Следующее. Семизначное. Следующее. Тоже семизначное. Вот это число. Восьмизначное. И последнее число семизначное. Что у нас получается? Получается, что среди этих восьми чисел у нас четыре семизначных. Вот я так одной черточкой их подчеркну. Два восьмизначных. Вот и вот. И два девятизначных числа. Ну, мы знаем, конечно, что при счете вначале идут семизначные числа, потом идут восьмизначные числа, потом девятизначные числа. Значит, все семизначные числа в нашей последовательности должны стоять в начале. Но теперь мы должны их сравнить между собой. Давайте-ка мы их выпишем. Вот сейчас я их выпишу, все числа, и мы их сравним. Три миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два. Следующее число тоже семизначное. Девять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь. Так, следующее девять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот девяносто семьдесят девять. Вот теперь мы эти числа сравним. Как мы их будем сравнивать? Сравнивать мы будем их по цифре, стоящей в самом старшем разряде. В самом старшем разряде у нас в первом числе стоит тройка. Вот она тройка. Потом в следующем числе девятка, в следующем девятка и в следующем шестерка. Естественно, тройка – это самое маленькое число из всех, поэтому вот это число, вот мы вот так и напишем, что это число у нас будет стоять на первом месте. Из оставшихся трех, дальше у нас на втором месте будет стоять то, которое начинается с шестерки, потому что шестерка меньше, чем девятка. И осталось два числа у нас, они оба начинаются с девятки, поэтому мы не можем сделать вывод по старшему разряду, какой из них больше, какой из них меньше. И тогда переходим к следующему разряду, сравниваем в следующем разряде, что у этих чисел две шестерки. Тоже не можем сказать, какое больше, какое меньше. К следующему разряду переходим тоже девятки. К следующему разряду тоже одинаковые цифры. И вот только в разряде сотен, и здесь в разряде сотен у нас цифры отличаются. В одном числе это девятка, в другом шестерка, и, естественно, то число, у которого сотен меньше, то число и будет меньше. Значит, из этих двух чисел вот это число меньше, значит, оно будет стоять третьим по порядку, а вот это оставшееся число будет стоять четвертым по порядку. Вот мы их упорядочили уже, записали. Так, теперь мы переходим к восьмизначным числам. Давайте мы их тоже выпишем. Тридцать пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто двенадцать одно число. И второе – двадцать пять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять. Вот теперь мы сравниваем эти числа. Ну, одно начинается с тройки, а другое начинается с двойки, и поэтому то, которое с двойки – это число меньше из этих двух, значит, оно у нас будет стоять в нашей последовательности пятым, а вот это будет стоять шестым. Ну, и последние два числа тоже выписываем. Это девятизначные – двести пятьдесят шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот девятьсот семьдесят пять. А второе число – двести пятьдесят шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять. Оба числа эти девятизначные. Ну, и если мы будем их сравнивать по самым старшим разрядам, то это будут у нас цифры одинаковые. К следующему переходим тоже одинаковые. Дальше две шестёрки, дальше две тройки, потом две пятёрки, две восьмёрки, две девятки. И только в разряде десятков одно число содержит семь десятков, а второе содержит шесть десятков. Значит, то, которое шесть десятков, то меньше. И, значит, оно у нас будет седьмым, а то, которое больше, будет восьмым. И вот мы все числа упорядочили, и теперь нам остаётся их только переписать. Итак, первое число. Три миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два. Следующее число. Шесть миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят девять. Следующее. Девять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот девяносто семь. потом четвертое это 9 миллионов 699 тысяч девятьсот девяносто семь так следующее пятое число это 25 миллионов 638 969 следующие 35 миллионов шестьсот девяносто восемь семьсот двенадцать и последние два девятизначных числа из них меньше 256 миллионов триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять и самое большое число это двести пятьдесят шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят пять вот все числа мы упорядочили по возрастанию на этом все если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк а если у вас появились вопросы пишите в комментариях